Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги пророка Варуха и сегодня мы читаем третью главу. Я напоминаю, как бы такая доминирующая тема этой книги, это осознать народом Божьим, почему Господь попустил им изгнание, смирение от иноверных и инокровных, почему вообще Господь попускает что-то подобное по отношению к Своим. И мы читаем третью главу с первого стиха и ниже. Господи, Вседержителю Божией Израиля, «Стесненная душа и унылый дух взывает к Тебе». Это же мольба из пленения, поэтому это «Стесненный дух и унылая душа». «Услышь, Господи, и помилуй, ибо Ты, Бог, милосердный, помилуй, ибо мы согрешили пред Тобою». То есть эти люди понимают, что то наказание, которое они переживают, они несут его справедливо, ибо они согрешили. «Ты вечно пребывающий, а мы вечно погибающие». Действительно, Бог, Он самодостаточен, Он сущий, а все мы существующие. Если у нас там отключить воздух, свет, мы сразу начинаем погибать. «Господи Вседержителю, Божий Израиля, услышь молитву умерших Израиля и сынов их, согрешивших пред Тобою». Здесь ворух просит Бога услышать молитвы уже умерших людей, которых смерть, естественно, не отлучает. От молитвы, как и в Апокалипсисе, мы видим души умершленных за Иисуса, из-под жертвенника молитвенно, прощались к Богу. И чтобы Бог услышал их молитвы, и молитвы тех, которые живы, но так как они согрешающие, они тоже как бы на грани между жизнью и смертью. «Услышь молитву умерших Израиля и сынов их, согрешающих пред Тобою». То есть любой согрешающий, он недалеко от смерти. «Которые не послушали глаза Господа Бога своего, зато и постигли нас бедствие». Здесь получается, что глаза Господа Бога не послушали и те, которые уже умерли, и те, которые умирают. «Не вспоминай неправд отцов наших», то есть из-за которых государство погибло, «но вспомни руку Твою и имя Твое все время, ибо Ты, Господь, Бог наш, и мы прославим Тебя, Господи». «Ты для того вселил страх Твой в сердце наше, чтобы мы призывали имя Твое, и мы будем прославлять Тебя в переселение нашим, ибо мы отринули от сердца нашего всякую неправду отцов наших, согрешивших пред Тобою». Вот в нашем случае отвергнуть всякую неправду отцов наших — это не идти тем путем, которым многие русские люди шли в 30-х годах, в 40-х, в 50-х, в 60-х, в 70-х. Имеется в виду вот эта атеистическая идеология, коммунистическая идеология. Вот это все мы должны отвергнуть, предать забвению, потому что для нас все это мерзость, это всякая неправда отцов наших, то, что мы должны оставить. Вот мы теперь в переселение нашим, куда ты рассеял нас? В поношение и в клятву, и в возмездие за все народы отцов за все неправды, то есть имеется в виду в поношении и в клятве, и в возмездие за все неправды отцов наших, которые отступили от Господа Бога нашему. То есть отцы наши там отступили от Господа Бога нашего, а мы из-за этого, из-за этих их неправд в поношении и в клятве, то есть под проклятием. Слушай, Израиль, заповеди жизни, внимайте, чтобы уразуметь мудрость, что это значит, Израиль, что ты находишься в земле врагов. Состарился ты в чужой земле, осквернился вместе с мертвыми, причислен к находящимся в Аде. То есть, живя на земле, уже человек, причислен к мертвым, уже как бы в Аде. Оставил источник при мудрости. Если бы ты ходил путем Божьим, то жил бы в мире во веки. Познай, где находится мудрость, где сила, где знания, чтобы вместе с тем узнать, где находится долгоденствие и жизнь, где находится свет, очей и мир. То есть, люди, которые запутались в настоящем времени, им надо узреть правильное направление, по нему идти. Кто нашел место ее, и кто зашел в сокровищнице ее, здесь имеется в виду мудрость, кто нашел ее, мудрость, где князья народов и владевшие зверями земными, забавлявшиеся птицами небесными и собиравшие серебро и золото, на которое надеются люди и стяжанием которых нет конца. А действительно, где все эти князья, правители, там, генеральные секретари, там, президенты, ничего от них уже не осталось. Где те, которые занимались серебряными изделиями, то есть изготовители идолов, и которых изделием нет числа, они исчезли и сошли в ад, и вместо них восстали другие, то есть вместо одних искусителей появляются новые. Позднейшие видели свет и жили на земле, но пути мудрости не познали. То есть они видели как бы свет откровения, слышали заповеди Бога, но не стали жить по всему этому. Не уразумели стезей ее, то есть мудрости Божией, и не достигли ее сыновья их, они были далеко от пути ее, не было слышно о ней, то есть о премудрости Божьей, о Софии, в Ханаане, и не было видно ее в Фемане, сыновья Гарри искали земного знания. Земное знание, оно принципиально отличается от небесного знания, потому что земное знание, оно опирается на человеческий опыт, а небесное это сверхъестественное знание, которое не спосылается непосредственно от Бога. Сыны Агарии искали земного знания, равные купцы Меры и Фемана, и баснословцы, то есть фантазеры, и исследователи знания, но пути премудрости не познали и не заметили стезей ее, то есть премудрости. Далее. «О, Израиль, как велик дом Божий и как пространное место владычества его». Дом Божий – это вся вселенная, а земля – это подножие ног его. «Велик он и не имеет конца, высок и неизмерим». Сказано, что небеса небес даже не могут вместить Господа. там были изначало славные исполины, весьма великие искусственные войне. Исполины – это великаны такие, чудовищно огромные существа. Они все время дрались друг с другом, воевали против людей. Но не их избрал Бог, и не им открыл пути премудрости. и они погибли от того, что не имели мудрости, погибли от неразумия своего. А как можно погибнуть от того, что тебе не хватает мудрости? Имеется в виду, ты не живешь по закону Божию, а исполнившись заповедью, как сказано, будет жив этой заповедью. А если ты творишь грехи, любой грех суицидален, можно сказать, они сами умертвили себя. Кто взошел на небо, и взял ее, то есть мудрость, и снес с облаков, нет, такого не было, кто перешел моря и нашел ее, и кто принесет ее лучшую чистого золота, нет никого знающего пути ее, путь ее, не помышляющего, а стезе ее. То есть люди неспособны сами обрести эту премудрость, найти ее там на небе или на земле где-то. Но знающий, знающий – это Бог, но знающий все знает ее, знающий все – это только Бог, он открыл ее своим разумом, то есть открыл нам понятным образом, тот, который сотворил землю на вечные времена и наполнил ее четвероногими скотами, который посылает свет, и он идет, здесь говорится о движении света, призвал его, и он послушался его, то есть призвал человека, и он послушался его, то есть Бога с трепетом, а трепет перед Богом это богобоязненность, который является началом премудрости Божьей, и звезды высияли на стражах своих и возвеселились, и далее, он призвал их, и они сказали, вот мы, и высияли радостью пред Творцом своим, здесь говорится о том, что звезды подчиняются Богу, и он призывает эти звездные миры, и они откликаются на призыв Бога, они говорят, вот мы, и испытывают радость от того, что подчиняются Создателю, сей есть Бог наш, то есть управляющий звездными мирами, землей, небом, и никто другой не сравнится с ним, он нашел все пути премудрости, то есть для нас, понятно, что для себя, он сам есть премудрость, и даровал ее рабу своему Иакову и возлюбленному своему Израилю, здесь Иаков это патриарх, а Израиль это народ, после того он, то есть Господь, явился на земле и обращался между людьми, то есть жил среди людей, это пророчество о Христе, который действительно явился на земле, воплотился, родился в Вифлееме и обращался между людьми, то есть жил среди нас как человек 33 с половиной года. Субтитры Субтитры